Всем привет! Оказалось, что в паре километрах от Вунгтао есть метро. Я бывал в российских метро. Сейчас пойдем, сравним. Кстати говоря, нам посоветовали оформить сразу карточку метро. Здесь это все выглядит намного проще, нежели чем в России. Не нужно никаким быть предпринимателем. Просто приходите, даете паспорт, и в течение пяти минут вам ее оформляют без фотографий, без всего просто имя здесь написано. И все. То есть, по идее, это дисконтная карта. Ну, сейчас узнаем. На входе мало того, что упаковали все вещи в пакеты, так еще и камеру даже запихали в пакет. Но GoPro, она то и маленькая камера, чтобы ее было легко спрятать. Я выковырял из пакета, что будем снимать потихону. Подумываем о покупке блендера какого-нибудь. Если кто не знает, метро – это такой гипермаркет, где есть все. Там одежда, еда, пост-товар, брон-товары. Ну, плюс еще здесь продается всякое торговое оборудование. Первое, что я сказал, когда увидел – сахар, а потом прочитал. Стоит это удовольствие. Двенадцать тысяч, четыре с половиной доллара. Есть еще побольше, он за двести тысяч. Это, блин, глютамат. Ухренеть, конечно. Кокосовая стружка. Что-то подобное мы покупаем, только от другого производителя. Стоит двадцать тысячу один доллар. Куча соусов. Вот, кстати, какие-то тайские, судя по названию, продукты. Овощное. Овощная карри паста. И вот том-ям – это тайский суп. Вот это я понимаю, а вот это от души корыто. Что, дна там реально нет? Не достать до дна. Рисы, рисы. Так, это фасоль. Разный, он – арахис. Ну что, не впечатлил нас метро. Все товары, которые, в принципе, можно найти и в любых других супермаркетах в Уиктау. Ну, в общем-то, ничего даже не купили просто. Вышли, сейчас уедем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова